В селе Степное пригородного Айовы Кмыты сегодняшний день выдался поистине радостным, ведь с этого момента население может получить качественное медицинское лечение, не выезжая в город. Обследоваться у специалистов теперь можно в стенах нового фешерско-акушерского пункта. На сегодняшний день у нас стоят в приоритете несколько важных задач, а именно строительство медицинских учреждений и ремонт в устаревших зданиях. Кроме этого, хочу отметить, что общественный фонд снабдил шесть сел Аламодунского района очистительной системой питьевой воды. И сегодняшнее открытие фешерско-акушерского пункта действительно поможет нам и нашему населению и обеспечит нас необходимыми медицинскими услугами. В новом здании, которое было введено в эксплуатацию, врачи и медсестры будут заботиться о здоровье населения. Современное медицинское учреждение оснащено всем необходимым медоборудованием. Наше население очень нуждалось в таком современном здании. Они располагались раньше в старом здании при школе. Составляло всего две комнаты, не оборудованные. Там требовался очень большой ремонт. Поэтому очень считаю это своевременным, введение такого здания. За короткое время общественный фонд Ихсан Хайрия оказал финансовую поддержку на строительство четырехкомнатного здания. Если раньше врачи осматривали людей в одной из комнат школы, то теперь созданы лучшие условия для оказания таких услуг, как измерение артериального давления и своевременной вакцинации детей. ФАП оснащен мебелью полностью. Инвестиции идут полностью со стороны спонсоров. В данный момент по нашему Аймаку очень острая проблема была по нехватке и медиков, и здания ФАПа, ГСВ. У нас в школе просто был кабинет. В запущенном это, там холодно, зимой вообще там не было. А сейчас вот открыли светлые, чистые кабинеты, которые будут принимать детей, всех жителей. Мы теперь можем спокойно ходить сюда. В Аймаку-Пригородной Аламидунского района, в состав которого входит СИО Степное, потребность в медицинских учреждениях довольно высока. В настоящее время строительство социальных учреждений, таких как ФАПы, школы и другие, ведутся при содействии международных организаций.